Тем временем Уралкалий все больше залезает в долги, как передает российское информационное агентство Интерфакс. 10 сентября компания собирает совет директоров, чтобы просить большие кредиты у российских банков. В настоящее время предприятие сильно закредитовано, долги превышают 2 миллиарда долларов. И это при том, что на шахтах Уралкалия самая низкая себестоимость добычи в 5 раз меньше, чем у европейских компаний, и в 2 раза ниже, чем у Беларуськалия. Не спасло Уралкалия и поглощение крупнейшего производителя технической соли в России, компании «Сильвенит». В то же время эта операция ярко иллюстрирует, что ждала бы Беларуськалия в случае рейдерского захвата. Подсчитать ущерб, который Сулейман Керимов нанес российской экономике, невозможно в принципе. На первый взгляд олигарх действовал довольно просто. Получал контроль над предприятием, затем распродавал его активы, увеличивая собственный капитал. Но схемы Керимова слишком запутаны. Дагестанский бизнесмен привык работать осторожно, через подставных лиц, либо заручившись поддержкой некоторых чиновников и корпораций. Они готовили схему истребления российской экономики, превращения этой экономики в жвачку, в еду. А они, эти корпорации, есть помпа, с помощью которой перекачиваются ресурсы и средства из России в западную экономику, в западную цивилизацию. Махинации Керимова эхом отдавались по всей России. Пока страна страдала от шоковой терапии, дефолта и дефицита, Сулейман Абусаидович делал деньги, причем немалые. Но гениальным бизнесменом, способным прогнозировать поведение рынка, он так и не стал. Фактор его успеха, формула его успеха связана именно с умелым использованием именно административных механизмов. А там, где речь идет о бизнес-процессах удаления от административного ресурса, например, об опыте его инвестиций за рубежом, то этот опыт неудачен. В 2008 году Керимов решил самостоятельно распорядиться своим капиталом. В разгар мирового кризиса он вывел из России 20 миллиардов долларов и вложил их в зарубежные активы. Все деньги сгорели в топке финансового коллапса. Тогда за эту сумму можно было поднять с колен весь российский АПК. Впрочем, Керимов не расстроился. Связи никуда не делись, а деньги – дело наживное. Особенно в России с ее собственными законами ведения бизнеса. Поднатариф в рейдерских захватах Керимов нацелился на перспективную колиную отрасль. К тому времени он уже был крупнейшим акционером ООО «Уралкалий». До звания «Колиного короля» оставалось совсем немного. Открытое акционерное общество «Сильвенит» – российская химическая компания, владеющая крупнейшим в стране горнопромышленным комплексом по добыче и производству калийных удобрений. Разрабатывает ряд участков Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. «Сильвенит» выдает каждую третью тонну технических солей России. Еще несколько лет назад «Сильвенит» был одним из трех крупнейших игроков на калийном рынке СНГ, но после слияния с «Уралкалием» утратил позиции и превратился в малозаметное структурное подразделение «Уралкалия». О намерении заполучить «Сильвенит» Керимов сообщил в 2010-м. В подробностях этой сделки до сих пор разбираются и эксперты, и следователи. Смена собственников в «Сильвените» проходила по уже отработанной Керимовым схеме с захватом внуковских авиалиний бывшего «Союз нефтеэкспорта» гостиницы «Москва». Часть акций выкупили влиятельные друзья, часть была украдена у бизнесмена Анатолия Ломакина, который почти 20 лет возглавлял международную калийную компанию. Основного трейдера предприятия. Из материалов следствия. Летом 2010-го злоумышленники по поддельному паспорту списали в интересах Керимова со счета Ломакина его акции на сумму 1,3 млрд российских рублей. Пропажу активов бизнесмен обнаружил, получив бумаги к внеочередному собранию акционеров «Сильвенита». Ломакин выяснил, что его акции были списаны в результате мошенничества и обратился с заявлением в правоохранительные органы. Оказалось, что украденным пакетом уже вовсю торгует брокерская компания. Сделки удалось приостановить, но большая часть ценных бумаг к тому времени сменила владельцев. Поглощение «Уралкалием» своего единственного на российском рынке конкурента прошло без шума и пыли. Возражения миноритариев «Сильвенита», которые из-за заниженной оценки компаний потеряли половину акционерного капитала и попытки заблокировать сделку через суд были проигнорированы. Это уже вторая попытка рейдерского захвата. Первая, по имеющимся данным, длилась с 2004 по 2010 годы, связанная с объективной потребностью отрасли в углублении интеграции и с тем, что для создания полноценной контролируемой производственной цепочки совершенно недостаточно иметь только добывающие активы. Когда «Сильвенит» и «Уралкалий» принимали решение об объединении, они посчитали, что акционеры «Сильвенита» должны получить за каждую свою обыкновенную акцию по 133 акций «Уралкалия», а за каждую привилегированную – по 51 акции. После объявления коэффициента обмена акции «Сильвенита» начали дешеветь, так как компания была оценена ниже рыночной стоимости. Параллельно на рейдерском ринге появляется Владислав Баумгертнер. В 2010-м, после начала охоты на «Сильвенит», его, члены наблюдательного совета, протаскивают к рулю компании. Далее в ход идут назначения своих людей на ключевые посты, махинации с документами, подкупы и обещания. Не правда ли знакомая схема – проникнуть в руководящий состав, а потом слить предприятие своему покровителю? По такому же принципу Керимов и Баумгертнер действовали в отношении «Беларусь-Калия». Кстати, пока Керимов похищал акции Ломакина и планировал как бы нажиться на будущем крахе российской калийки, Баумгертнер публично прикрывал его стыла, обещая отрасли процветания, рабочим и акционерам деньги, объединенной корпорации, лидерство на рынке. Стратегически имеет смысл две компании объединить для того, чтобы получить синергетический эффект, для того, чтобы получить более сильную позицию на рынке хлористого калия, создать глобального лидера, который смог бы на благо акционеров решать глобальную задачу. Однако в составе «Уралкалия» предприятие, которое еще в середине 2000-х ставило производственные рекорды, начало терять позиции. До поглощения у него вообще не было задолженности, а спустя два года «Уралкалий» оказался в долговой яме. И по итогам 2011-го, и по итогам 2012-го сумма прямых убытков предприятия превысила 2 миллиарда долларов. Сейчас и без того закредитованный «Уралкалий» намерен еще глубже влезть в долговую яму. 10 сентября собирается совет директоров, чтобы просить у банков еще миллиард долларов. Таким образом, по незавидной судьбе «Сильвенита» после поглощения «Уралкалием» можно предположить, что ожидала в конечном счете и Беларусь калий. Юрий Козлов, Сергей Хоментовский, агентство теленовостей. Калийная афера сегодня преподнесла еще один неожиданный поворот. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против губернатора Пермского края Виктора Басаргина. Высокопоставленного чиновника подозревают в содействии недобросовестной конкуренции при реализации одного из инвестиционных проектов. Кстати, именно губернатор Басаргин под свое честное слово просил освободить гендиректора «Уралкалия» Баумгертнера.